Привет! Краткая история — это простой и лёгкий способ разобраться в любой теме. Сегодня мы поговорим о железных птицах, о самолётах. С момента первого летательного аппарата прошло чуть больше ста лет, а современный мир представить без самолётов невозможно. Кто придумал, как подняться к облакам? Кто стал первым пассажиром и какие самолёты самые большие? Пристегните ремни, откройте шторки иллюминатора и полетели! Летать люди хотели всегда. Все помнят легенду об Икаре. В 559 году в Китае задокументировали полёт человека на бумажном змее. А первый полёт на дельтаплане состоялся в IX веке. О небе задумывался да Винчи, но выразил это лишь в проектах на бумаге. По-настоящему поднять человека в воздух попытались в конце XVIII века. Первый широко освещенный полёт состоялся на воздушном шаре братьев Монгольфье в 1783 году. В 1852 в воздух поднялся дирижабль с паровым двигателем конструкции Анри Жефара. В это же время учёные исследуют полёты на планерах. В 1891 летать на ручном планере научился Отто Лилиентель. Но мысли о самолёте оставались нереализованными. Официально изобретение самолёта приписывают братьям Райт, чей «Флайер-1» совершил 12-секундный полёт в 1903 году. Каркас был изготовлен из ели, за движение отвечал бензиновый двигатель. Первый рекорд по дальности перелёта принадлежит изобретателю Сантосу Дюмону. В 1906 он пролетел 220 метров. Особенностью аппарата был самостоятельный взлёт, никаких катапульт и попутных ветров. У братьев Райт аэроплан поднялся в воздух с посторонней помощью. Из-за этого продолжаются споры, кого считать изобретателем первого самолёта. 1908 год. Братья Райт берут в полёт первого пассажира, друга Чарли Фёрнесса. В этом же году случилась первая авиакатастрофа. В США погиб пассажир Томас Селфридж. В 1909 появился дирижабль жёсткого типа. Его создал Фердинанд фон Цеппелин. Дирижабли сыграют роль в мировых войнах. Они долго переносили грузы, которые были не под силу самолётом. Осенью 1909 Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом и совершила одиночный полёт на самолёте. 1911 год считают годом первого чартерного рейса. Он вышел необычно. Богатый пассажир лайнера «Олимпус» забыл очки. Компания-перевозчик наняла британского авиатора Тома Сопвича, который поднялся в воздух на самолёте, догнал лайнер и скинул очки. Оказалось, акция была спланирована заранее. Первые пассажирские самолёты появились в России благодаря Сикорскому. В 1913 году под его руководством сконструировали биплан «Илья Муромец». В первый полёт на борту было 16 человек и одна собака. За штурвал сел сам Сикорский. Самолёт установил рекорд, совершив полёт от Санкт-Петербурга до Киева с одной дозаправкой. «Илья Муромец» был прорывом в авиации. Сикорский стал первым, кто разделил салон и кабину пилота. На борту появился туалет. Салон обогревался и освещался. Серьёзное развитие авиация получила в Первую мировую войну. Первые военные самолёты появились в Болгарии в 1912-1913 годах. Их использовали для разведки и ударов с воздуха. На самолёты начали ставить вооружение. Это стало проблемой. Самолёт трясся от стрельбы, искры летели на легковоспламеняющиеся части. Решить задачу удалось французам. В конце 1914 года Ролан Гаро совместил пулемёт с главной осью самолёта. Если хочешь ещё больше узнать о войнах, смотри «Краткую историю войн». 1918 год. Начинается золотой век авиации. Сильно меняется конструкция самолёта, их делают из алюминия, появляются разработки реактивных двигателей. Больше времени уделяется пассажирской авиации. Основным изменением в технике самолёта стало использование радаров. Самолёты смогли летать в любое время суток и в любых метеоусловиях. В 1923 году в СССР выпускается «Король истребителей» — самолёт И-1. Он был достижением. Истребитель стал первым свободно несущим монопланом. Применённая схема через 10 лет стала основной для истребителей во всём мире. В 1927-м лётчик Чарльз Линберг в одиночку совершил трансатлантический перелёт. А самой популярной женщиной авиации тогда была Амелия Эрхард. Она первой из женщин перелетела Атлантику и стала президентом организации «99», которая создавалась для улучшения положения женщин-пилотов. Важную роль в авиации сыграла ещё одна девушка — Эллен Чёрч. В 1930 году она начала обслуживать пассажиров на борту, став стюардессой. Компании United Airlines так понравилась идея, что они начали набирать стюардесс для всех рейсов. 1930 год — значим первым патентом на реактивный двигатель. Его получил англичанин Фрэнк Уиттл. Но рабочую модель собрал позже инженер из Германии Ханс фон Охайн. В 1934 году появился один из первых самолётов советского инженера Туполева — Ант-20 «Максим Горький». Именно на нём совершил полёт Антуан де Сент-Экзюпери. А вот эра дирижабли завершается в 1937 году из-за катастрофы Цепелина Гинденбург. При посадке в Америке дирижабль загорелся, из-за чего погибло 36 человек. В конце 30-х мир готовится к войне. Сложилась классификация боевых самолётов. В послевоенное время и за период войны построено 975 тысяч самолётов. В Германии в 1937-м встал на вооружение «Миссершмитт-109» — один из самых маневренных и быстрых самолётов войны. В 1939-м страна успешно испытала реактивный самолёт «Хайнкель-Хи-178». Но потенциал реактивных самолётов особо не реализовывали. Этой же кампании принадлежит главный бомбардировщик люфтваффе «Хайнкель-111». В 1940-м он стал главным героем бомбовых налётов на Великобритании. Англия воевала на истребителях «Супермарин Спидфайр», чьи характеристики делали его равным «Миссершмитту». А на британские бомбардировщики «Ланкастер» пришлось три четверти бомбового груза, выброшенного англичанами на Третий Рейх. В Советском Союзе в 1941-м запускают штурмовики Ил-2, конструкции Ильюшина. Самолёт стал самым массовым в авиации, выпущено более 39 тысяч штук. В Германии штурмовик называли «летающим танком». В 1943-м стартовали испытания советского Як-3, самого лёгкого истребителя того времени. А за год до конца войны на вооружение поступили истребители Ла-7. На Ла-7 советский АС «Кожедуб» сбил 17 немецких самолётов. Война закончилась, военная авиация отошла на второй план. Изобретатели больше думали о перевозке людей. Для коммерческих рейсов переоборудовали военные бомбардировщики. Бурно развивалась ракетная авиация. Чарльз Йегер в 1947-м преодолел звуковой барьер на самолёте Белл-Х1. В следующем году это же совершил советский лётчик Соколовский на реактивном истребителе Ла-176. А что в это время происходило с машинами? Смотри в краткой истории. Авиации СССР славу принёс реактивный боевой самолёт МиГ-15, эксплуатируемый с 1949 года. Впервые в авиационной практике в истребитель стали устанавливать специальное кресло-катапульту для спасения лётчиков. В 1952-м регулярные рейсы начал реактивный пассажирский лайнер «Комета» инженера Де Хевиленда. Но после четырёх катастроф его сняли с полётов. В СССР первым реактивным пассажирским самолётом стал Ту-104. Пятидесятые годы. Становление «Боинг» появляется одна из первых моделей. А в 1969-м совершил первый полёт «Боинг-747», который и сегодня один из самых распространённых пассажирских бортов. «Боинг-747» был самым большим, тяжёлым и вместительным авиалайнером в течение 36 лет. Он произвёл транспортную революцию. Авиаперевозки стали массовым транспортом. 1975-76. Англия и СССР используют для коммерческих рейсов сверхзвуковые «Конкорд» и Ту-144. Широкого распространения эта идея не нашла. Самолёты были чудом техники, но экономической катастрофой. В середине 80-х советские конструкторы разработали ряд принципиально новых моделей самолётов. Одним из символов Холодной войны считается сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. «Белый лебедь», как его называют, самый крупный и мощный в военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Первый полёт состоялся в 1981 году. Ему принадлежит 46 мировых рекордов. В 21 веке развитие самолётов может казаться не столь бурным, потому что зачастую происходит в невидимых для обывателя областях. Совершенствуется техника, безопасность, скорость и дальность полётов. Активно развиваются дистанционные и автономные транспортные средства. В 2005 году представили самый большой пассажирский самолёт – Airbus A380, который вмещает 853 человека. А в 2008-м компания начала тестировать двигатели на биогазе и других органических видах топлива. Российские инженеры продолжают новаторство в сфере авиастроения. В 2010-м в воздух поднялся истребитель пятого поколения Су-57. Многое о нём держится в секрете, но он отвечает самым современным требованиям. Малозаметен, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками. Ещё один амбициозный проект – магистральный самолёт 21 века или МС-21. Он должен выбрасывать в атмосферу на 15-25% меньше СО2, чем все существующие лайнеры. Вы любите летать на самолётах? Или каждый раз со страхом заходите в салон? А может быть, вам только предстоит пролететь среди облаков? Свой ответ пиши в комментариях, ставь лайки, подписывайся на канал и не забывай про колокольчик. С вами была Краткая история. До встречи!